всем привет ребятушки с вами снова конечно же как всегда волфинг и сегодня новый выпуск программы просто мнение просто мнение сразу по двум фильмам это город грехов и город грехов грехов 2 женщина ради которой стоит убивать или умереть сейчас проверим ради которой стоит убивать моя память и нас не 9 чего сейчас несу ну конечно же я сейчас буду рассказывать относительно обоих фильмов но давайте сначала поговорим о город грехов 1 или си сити в главных ролях которых брюс вылез микки рурк клайв оуэн джессика альба розарио доусон дель тора понимаете это актеры высших вершины вышли прошли что вообще нет ну то есть это актеры уровня уровня высокого а кто был режиссером это естественно фрэнк миллер роберт родригес и кивентин тарантино ой как я люблю этих режиссеров но фрэнка миллера не буду ним говорить то что я практически не знаком ни с одной его работой а вот роберт родригеса и кивентина тарантино я люблю как режиссеров потому что они очень классно снимает фильмы вот роберт родригес снимает фильмы тарышовые но фильмы которые заставляют тебя вот прямо улыбаться смеяться и искренне получать удовольствие от кино не знаю почему многим не нравится фильм роберт дагеста но мне вот нравится и пошли вы в жопу тем кто не нравится вот я прям вам говорю если вот ты сидишь тебе не нравится в жопу прямо я тебя не держу сейчас то что я буду все таки сейчас рассказывать в основном об этом потому что это кино с крутым антуражом с крутой атмосферой это кино по комиксу который не естественно не читал потому что я не буду таким вот пиздоболом и у нас половина рецензиентов в интернете которые всюду везде читают комиксы там не знаю чуть ли блять не фанат этих комиксов и тут вот они такие любители комиксов сели посмотреть это кино блять да у нас в стране комиксы никто не читает уж блин вот по крайне вокруг меня никто комиксы не читат поверьте мне поэтому я не знаю почему так вот все кругом говорят что вот я обожаю комиксы и вот я решил посмотреть как я фанат да блять в 2005 году тем более никто комиксы не смотрел ну просто короче бредя дина полная и не охота вот не отрагивать эту тему но все таки сейчас поговорим о городе грехов и когда все таки вышел этот фильм он сделал фурор потому что во-первых в нем была дичайшая атмосфера безумия атмосфера вот этого именно этого города города в котором все настолько плохо что весь город черный понимаете что есть черный он ну 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 не знаю как еще описать все что происходит на экране просто этот фильм он сделал то что должен был сделать он как бы открыл новый жанр можно так сказать открыл новый проход для режиссеров которые пытались снимать что в этом роде но ни у кого это не получается потому что город грехов извините меня это прародитель это самые один из самых культовых фильмов которые любят практически все кто его смотрел но и я говорю о первой части но автору я тоже и затрону свое мнение и тоже скажу что я там думаю почему это круто пацан вообще в мире но знаете многие могут мне сказать а почему ты любишь этот фильм вот может ты любишь потому что все его любят и ты вот такой вот у нас знатный эксперт эксперт в кино да ребята я его на самом деле посмотрел не в 2005 году я не буду брать я его посмотрел где-то году так в 2000 девятом или десятом по телевизору и я не был вкусе вообще о чем этот фильм как юнитом оценки и фенитом арией кинге просто он не действительно очень и очень сильно понравился когда я пришел когда еще в школу обсудить со своими одноклассниками за кино и все захлеб говорили да пин крутой да отличный да суперский но мы не знали к никто снимал мы не знали ни половины актеров потому что в то время не особо следили за кино и не знаю игры вы знали кого брюса вылеса там джессику альбу и и все все больше толком никого не знали так и такое было время ребят знали вот актеров и солдатов знали еще откуда-нибудь то есть говно из всякого а вот города грехов никого не знали полком вот вот это вот мнение вот 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 блядь у меня сзади сука вот-вот постоянно да блин моя голова уже идет кругом на самом деле но язык заплетаться какой же кал сейчас снимают же просто отвратительной с ней я хочется на кого-то жаловаться мне на кого жаловаться потому что я сам лох себя мнение и поэтому город грехов он имеет и высокие рейтинги и высокие оценки и вообще высокие отзывы относительно себя и это не зря может фильм действительно крутой рассказывать о сюжете нет никакого смысла надо просто брать и смотреть потому что город грехов это может быть один большой одна большая история в которой ничего не надо рассказывать просто надо садиться и смотреть потому что в этой истории тебе расскажут все расскажут во всех подробностях во всех красках и краски я подчеркиваю это слово не в кавычках а прямо четко красках я расскажут все и красных и желтых и белых и зеленых во всех короче рассказать но город грехов первая часть это культовый фильм поэтому смотреть бегом бегом прямо сейчас смотрите может же ролик не досматривать а теперь давайте поговорим относительно второй части когда вышло в 2014 году девять лет спустя мать вашу девять лет спустя вы по вторая часть под названием город грехов 2 женщина ради которой стоит убивать и этот фильм не собрал таких высоких и похвальных отзывов не собрал денег ни хера то есть она намекает на то что навряд ли будет вообще какое-то продолжение потому что фильмы роберта дагиса никогда не окупаются и я даже понимаю почему потому что то не блокбастер это не фильм для массовой аудитории потому что основном аст вообще не поймет о чем кино ну потому что у нас такое и не говорит на что на сообщество тупое просто люди не любят такое кино люби люди любят железного человека капитана америку что там еще нас тора то есть фильм глупые фильмы ни о чем просто тупая экшен нет я не спорю я тоже люблю тупая экшен но просто эти фильмы на немал собой тупые ну все не хочу говорить о марвелских подделок а вот как раз это просто говорю к тому что денег не собирает это обидно вот реально обидно город верхов 2 это кино которое хочется посмотреть я наверно через так вот месяцок захочет пересмотреть до имеют вторую часть потому что она она интересна да вот она хороша а не только тем что происходит на экране многие отдают им и такие плохие оценки и отзывы и мне кажется потому что ей тяжело переплюнуть первую часть потому что первая часть это вот родитель жанра это культ это что такое необычное и снять подобно то есть в этом же стиле в этом же роде то есть уже будет не так вставлять как говорится но на самом-то деле вторая часть она практически ни тем не хуже первой части оба хороших оба классных фильма фильма ради которой все-таки стоит смотреть и тратить свое время но так тому что так знать как бы такой афоризм увел название этого фильма ради которого стоит терять свое время так сказал будто это тронуло мое сердце но если серьезно то этот фильм стоит смотреть только наверное ради того что здесь просто есть сисечки пищечки ну что еще мать вашу нужно а кто будет показывать эти сисечки и пищечки это конечно же его green который издеваться практически во все во всех видео в которых она снимается девочка девушка мечты ради которой стоит убивать пусть будет вот так это говорится стоит ли убивать ради его green не знаю другое мнение и никого-то вообще не волнует и не волнует но все-таки во второй части также снимаются одни из самых лучших актеров ну я имею ввиду не оскароносные актеры но все-таки одни из известных хорошие актеры твердый актер это и микки рурки опять же сика альба и джош бролин и гордон левит и брюс вылез конечно же и снова же его green и тяжело сказать о том что фильм дурацкий неинтересный да он может быть и не так цулять как первая часть потому что ты что-то уже видел подобное и воспринимать по-новому как тяжело но все-таки вторая часть она вот тоже в сердечке то оставляет небольшой след потому что это классный фильм это интересный фильм это фильм который нужно посмотреть наверно каждому кто любит вот фильмы в таком стиле фильмы в стиле стиле роберта родригеса мне тяжело объясняю какой это стиль это грубо говоря такой трэш нуар что в этом роде таком знаете что необычном такого вот роберт дригес он такой вот и фрэнк миллер видимо тоже такой же не знаю но что еще я могу сказать да я даже не знаю ребята просто если вы не смотрели ни разу ни город грехов ни город грехов 2 то вы конечно же обязательно должны бежать и смотреть это кино но если вы смотрели ну что я за вас рад и вы просто выскажите свое мнение в комментариях что вы думаете от этого фильма мне будет приятно послушать вас на этом все что могу сказать оба фильма класс но оба фильма обязательно к просмотру ну и все да ребята все лайк подписочка если не подписан коммент ну и все пока 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 не